Уважаемые коллеги, дорогие друзья, приветствую делегатов и гостей съезда «Единая Россия». Съезд – это значительный этап избирательной кампании. И сегодня вы будете принимать решение о предвыборной программе и о списке кандидатов в депутаты Государственной Думы Парламента Российской Федерации. Это действительно принципиальные моменты, потому что избиратели увидят, с чем и с кем вы идёте на эти выборы. Граждане заинтересованы в победе уважаемых и профессиональных кандидатов, тех, кто чувствует, знает нужды людей, кто настроен на бескорыстную, плодотворную работу ради страны и наших граждан. Всеми этими качествами должны обладать кандидаты «Единой России», которых вы сегодня выдвигаете. Рассчитываю также, что они покажут пример честной и добросовестной конкуренции. «Единая Россия» многое делает для утверждения открытости и легитимности избирательной кампании. В мае вы провели предварительное голосование по выбору партийных кандидатов. Впервые оно прошло столь масштабно. В нём приняли участие более 10 миллионов человек. В такой открытости ярко проявилась приверженность «Единой России» принципам прямой демократии. А партия получила первый для предстоящей кампании, но вполне весомый результат – это новые сильные кандидаты в Госдуму. Партия несёт всю полноту ответственности за тех, кто будет сегодня включён вами в список кандидатов. Но и сами кандидаты должны осознавать, что любое их действие, мнение, высказывание отражается на репутации партии, и что нужно поддерживать, приумножать авторитет «Единой России». На выборах все кандидаты от партии, особенно идущие по одномандатным округам, не должны забывать, что представляют не просто себя, а крупнейшую ведущую политическую силу, и обязаны всегда и во всём действовать в интересах людей. Это ваша работа. Уважаемые коллеги, сегодня проходит 15-й съезд «Единой России», столько же лет и самой партии. В принципе, немного, даже мало для серьёзной, мощной политической силы, но за это время она смогла стать самой массовой и самой влиятельной. И это доверие завоёвано огромными усилиями, его важно не потерять. Хорошо помню, как и в каких условиях создавалась «Единая Россия». Это, мы все с вами знаем об этом, была как раз моя инициатива. Действительно, я сам инициировал и создавал эту партию. Потребность в ней была жизненно необходима, прежде всего для укрепления российской государственности и консолидации общества. А в каком состоянии была тогда страна, все вы хорошо помните и сами знаете. Была и угроза её распада, и это было реальным. В правовом и политическом плане она представляла собой действительно лоскутную территорию. Северный Кавказ был буквально накрыт террористической агрессией против России. И что греха таить, в головах многих людей всё тогда перемешалось. И добро, и зло, и честность, и предательство. Значительная часть экономики, ряд важных государственных институтов контролировались аллерговическими или просто, откровенно говоря, просто криминальными структурами. Нам предстояло изменить, выправить ситуацию, укрепить действующую конституцию, по сути, восстановить дееспособность государства, укрепить его целостность и федеративные основы, преодолеть раскол в самом обществе. Реализовать эти задачи можно было только с опорой на мощную консолидирующую политическую силу и такой точкой сборки страны и стала «Единая Россия». Во многом, благодаря её усилиям, было достигнуто общественное согласие по стратегическим вопросам развития, что позволило реализовать и глубокие экономические и социальные преобразования, в том числе запустить приоритетные национальные проекты, запустить масштабную демографическую программу. Подчеркну и важность формирования надёжной, чёткой законодательной базы. Парламентская фракция «Единой России» и её депутаты в региональных законодательных собраниях сыграли здесь определяющую роль. В основе политики и идеологии «Единой России» уважение к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, глубокое понимание государственных интересов России, умение их грамотно и достойно отстаивать, приверженность таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное единство, сочетание здорового консерватизма и открытости к переменам, которые востребованы и необходимы всегда, но сегодня в особенности. Избиратели поверили в «Единую Россию». Этот успех проверен временем, подтверждён вашими достижениями и конкретными делами, ответственностью за выполнение своих предвыборных обещаний. Убеждён. Вместе мы справимся с любыми трудностями и задачами, но только в том случае, если будем слышать людей, и только тогда мы сможем решить стоящие перед нами задачи. Дорогие друзья, хотел бы обратиться ко всем политическим силам, которые будут принимать участие в избирательной кампании, ко всем, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы, к региональным законодательным собраниям, к тем, кто будет баллотироваться на пост губернатора или в органы муниципальной власти. Прошу вас ценить доверие людей, обещать только то, что можно выполнить, дорожить политической и общественной стабильностью, которую мы вместе добивались во все предыдущие годы. Ведь только в условиях общенационального согласия мы можем идти вперёд, добиваясь выполнения намеченных планов и изменять жизнь к лучшему для наших людей. Самое опасное сегодня – спекулировать на текущих трудностях. Речь не о критике действующей власти. Она нужна и обязательно должна быть. Разумеется, будет. Выборы, кстати, то самое время, когда претензии звучат прямо и жёстко. Это очень хорошо, это нормально. И в большинстве случаев, безусловно, всё это идёт на пользу делу. Речь о другом – о лжи и передёргивании фактов, о прямом предательстве интересов страны, о пустых обещаниях, которые хуже всякого предательства и которые ничем не подкреплены, и за которыми лишь стремление дестабилизировать ситуацию, расколоть общество, любой ценой прорываться к власти, а потом, как у нас в народе говорят, как Бог на душу положит. Это самое опасное. Вот этого нельзя допустить. Мы должны сделать всё возможное, чтобы такого развития событий не было. Дорогие друзья, общество всё активнее включается в политический процесс. Повысилась требовательность избирателей. Убеждён, что Единая Россия готова ответить на этот вызов. Партия должна обсуждать с гражданами любые, даже самые сложные, даже неприятные, на первый взгляд, вопросы. Чувствовать, что волнует людей больше всего, слышать голос каждого. В этом обязанность депутатов парламента. Время стремительно меняется, и надо глубже понимать всю сложность современных вызовов, знать, как на них отвечать, как реагировать. Только так можно быть лидером. Сейчас нам важно сосредоточиться на ключевых направлениях и прорывных проектах, которые обеспечат динамичное развитие страны и благополучие граждан. А это и социальное развитие, жильё, благоприятная среда для жизни в городах и посёлках, продолжение той работы, которую мы вели в рамках национальных проектов, но уже на качественно новом уровне. И, конечно, это устойчивый рост экономики во всём его многообразии. Вы знаете о решении создать президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Уже скоро состоится его первое заседание. Я уверен, даже больше того знаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, который возглавит президиум совета, сегодня как раз подробно остановится на конкретных инициативах, которые предстоит реализовывать. С масштабом задач, которые стоят перед страной, в полной мере соотносится и предвыборная программа партии. Потому рассчитываю на самое тесное взаимодействие. Нам всем нужна сильная и самостоятельная, открытая и благополучная Россия, где каждый может реализовать себя, свой талант, свои возможности, где государство и граждане слышат, поддерживают и уважают друг друга. А общественное согласие, солидарность и интересы страны стоят выше любых разногласий. Потому что главное для нас, дорогие друзья, самое главное – это люди, самые простые рядовые граждане, проживающие в городах и на селе, на всей необъятной территории нашей. Люди, являющиеся носителями языка, традиций, культуры, все они упорно или трудились, или работают сейчас, все добивались или добиваются успехов. Но мы с вами знаем и о том, что многие, очень многие еще живут очень тяжело и трудно. Но все они надеются на вас, верят, что вы не только сохраните, но и приумножите это уникальное своеобразие. Эту уникальную и дорогую каждому из наших сердец цивилизацию, имя которой – Россия. Не обманите их ожидания. Не подведите их. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.